Дорожный хозяйство Об этом сообщает пресс-служба правительства. Ожидается, что в совещании примут участие вице-премьер Дмитрий Казак, министр транспорта Максим Соколов, министр экономического развития страны Алексей Улюкаев, полномочный представитель президента России в Крымском федеральном округе Олег Беловинцев, а также глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Сергей Миняйло. В повестке дня обсуждение объектов, внесенных в федеральную целевую программу «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя» до 2020 года. В частности, речь пойдет о возведении транспортного перехода через Керченский пролив, строительстве автодороги и подхода в Керчи к Крымскому мосту, строительстве и реконструкции трассы Керчь-Севастополь, о дороге Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь и автодороге Симферополь-Красноперекопск-Армянск-Граница с Украиной, трассы Симферополь-Евпатория-Мирный. Обсудят и ряд мероприятий по развитию региональных и муниципальных сетей автомобильных дорог общего пользования в Крыму и Севастополе. Ускорить процесс паспортизации объектов культурного наследия – такое поручение сотрудникам профильного управления дал на аппаратном совещании губернатор Севастополя Сергей Миняйло. Ранее до конца текущего года планировалось внести в реестр 320 объектов. Сейчас их количество должно возрасти. В случае необходимости глава города предложил привлечь иногородних специалистов на контрактной основе. Подробности далее. На сегодняшний день на территории Севастополя расположены 2175 объектов культурного наследия. Из них 127 имеют статус федерального значения. Одна из первоочередных задач профильного ведомства – осуществить регистрацию памятников истории культуры Севастополя в едином государственном реестре, после чего сведения подадут для внесения в государственный кадастр недвижимости. С целью сохранения объектов культурного наследия сотрудники управления проводят обследование и фотофиксацию. По состоянию на 22 июля текущего года управлением проведено 155 таких осмотров. Из них составлено актов осмотра технического состояния 134, в том числе три акта по неудовлетворительному состоянию. Это у нас дом адмирала Лазарева на мысе Фиолетов, административное здание, конца 19-го, начала 20-го века, расположенное по адресу Советская, 37, кинотеатр МВПС «Родина Булакова». Для внесения объектов культурного наследия в государственный реестр необходимо определить границы территории и предметы охраны с приложением текстового описания. На разработку паспортов из бюджета города выделили 60 миллионов рублей. Работа должна быть выполнена до 20 декабря текущего года. У нас очень много требований, которые мы предъявляем к собственникам той или иной формы, и которые они не исполняют. К примеру. Поэтому давайте продумаем. Нам никто не запрещает. Если это не предусмотрена детализация такая федеральным законом, давайте предусмотрим нашим нормативно-правым актом. Работа. В 2016 году 320 объектов должны быть паспортизированы. Уже сейчас идет подготовка документации на проведение конкурса еще для 70 объектов. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло дал поручение ускорить работу по инвентаризации объектов, определению границ, кадастрированию и внесению в реестр. В случае необходимости в управлении рассмотрят вопрос о привлечении нагородних специалистов на контрактной основе. Анна Брачева, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Французские парламентарии приедут в Севастополь на день военно-морского флота. Об этом 24 июля сообщает ТАСС со ссылкой на депутата Национального собрания Франции Николя Дюика. Делегация во главе с председателем ассоциации «Франко-российский диалог» Тьери Мариани планирует прибыть в Крым 28 июля. Группа состоит из 10 депутатов и двух сенаторов. Большая часть из них представляют правоцентристскую партию «Республиканцы», возглавляемую экс-президентом Франции Николя Саркази. Кроме того, в группе есть и левоцентристы, а также члены Союза демократов и независимых. Ранее в апреле и июне этого года, соответственно, Национальное собрание и Сенат Франции высказались за отмену антироссийских санкций, введенных Евросоюзом. Причиной стало в том числе и то, что ограничения на экономические контакты с Россией стали тяжелым бременем для аграрного сектора страны и приносят многомиллионные убытки. Крымские моряки будут носить южноуральские часы и кортики, сообщает телерадиокомпания «Южный Урал». С такими подарками ко дню морского флота в Севастополе отправилась челябинская делегация. В первую очередь южноуральцы посетят борт корабля «Цезарь Куников», которому в этом году исполняется 30 лет, над которым Челябинская область шефствует уже 5 лет. Дважды в год призывники из Челябинской области отправляются служить на этот корабль. С собой в качестве подарков на юбилей делегация везет морские кортики, медали и знаменитые златоустовские водолазные часы, выпускающиеся с 30-х годов. Основная часть делегации прибудет в Севастополь 27 июля. В нашем городе гости пробудут несколько дней и вернутся на «Южный Урал» в начале августа. Возрождение любительского футбола в Севастополе поможет популяризации спорта номер один и даст путевку в жизнь талантливой молодежи. Об этом заявил губернатор Сергей Миняйло на открытии детского футбольного турнира «Севастопольская бескозырка», приуроченного ко второй годовщине формирования команды «СКЧФ Севастополь». Соревнования любительского уровня будут проходить среди дворовых команд. Инициатива правительства Севастополя и детско-юношеской футбольной лиги города по привлечению молодежи в любительский спорт уже собрала немало единомышленников. Напомним, в прошлом году за кубок губернатора по футболу сразилось 48 команд. В планах правительства провести подобные общегородские школьные соревнования в таких видах спорта, как баскетбол, волейбол, легкая атлетика. Возрождение дворового футбола – это одно из направлений наших школьных уличных команд. Это одно из направлений. Первое – это оторвать детей наших от улицы. Второе – привлечь их к занятию спорта. Третье – это соревновательный дух. Четвертое – дети наши могут проявить себя в том или ином виде спорта. Армейский рукопашный бой – спорт настоящих защитников Отечества. Под таким девизом в минувшие выходные в городе провели матчевую встречу. Ее посвятили Дню военно-морского флота России. Юным севастопольским бойцам противостояла сборная города Домодедова Московской области. Гости с материковой части России сейчас находятся на тренировочных сборах в Республике Крым. И поэтому решили попробовать свои силы в поединках с севастопольскими рукопашниками. К слову, наши спортсмены сейчас близки к тому, чтобы стать участниками молодежного движения Юна Армия. Обо всем по порядку в следующем сюжете. Ребята из двух севастопольских военно-патриотических клубов в честь и мужество и победа готовятся не только к поединкам со сверстниками из города Домодедова, но и к вступлению в ряды во Всероссийское военно-патриотическое движение Юна Армия. Почти в полном составе спортсмены написали соответствующие заявления. С удовольствием хочу вступить в ряды юноармейцев. Моя мечта – это пойти в военно-морской флот. И появилась большая возможность добиться этого всего – рукопашный бой. Сейчас появилось такое движение юноармейцев. Очень хочется туда вступить, чтобы занять почетную должность. Наши ребята готовятся к юноармии и морально, и физически. Я думаю, это будет достойная смена пионерам. Мы ходим в походы, ходим по горам, помогаем ветеранам. К 9 мая встречались, помогали ветеранам. Ухаживаем за памятниками, то есть стараемся воспитать достойное поколение. Из Московской области в Республику Крым приехало около 120 бойцов. Под Севастополем они проходят тренировочные сборы. Руководство делегации решило проверить силы юных рукопашников в противостоянии с местными спортсменами. К тому же такие поединки ранее никогда не проводились. Удалось гостям и познакомиться с некоторыми достопримечательностями Севастополя. Удалось посмотреть Севастополь, погулять по городу, посмотреть оборону Севастополя, побывать на Сапунгаре, на великих местах воинской славы, воинских сражений. Поэтому пока настроение хорошее, все нравится, все гостеприимно, хорошо. Целью этой матчевой встречи стоит сплочение коллективов Московской области и города Севастополя, Республики Крым. Также популяризация армейского рукопашного боя в городе, в Республике Крым, в городе Севастополь. Для участия в матчевой встрече каждая из сборных выставила по 33 юных спортсмена в возрасте от 7 до 13 лет. Формат поединков – 2 минуты. Матчевая встреча не предполагает определение чемпиона или единого победителя в своей весовой категории. Она предполагает максимально побить бойцов, посмотреть, кто на что способен, посмотреть, перенять технику друг друга, поделиться какими-то лучшими своими спортивными достижениями. По итогам 33 поединка в победу со счетом 20-13 одержала сборная Московской области. Планируется, что такие матчевые встречи станут традиционными. Кроме того, в апреле следующего года ответный визит совершат севастопольские бойцы. Святослав Данилов, Александр Дементьев, информационный канал «Севастополя». Самые меткие стрелки со всего Крыма съехали с Севастополь, чтобы помериться с силами. На территории инкерманского карьера прошло первенство полуострова по практической стрельбе, где проверить свою меткость могли как любители, так и профессионалы. О том, как это было, расскажет Арсений Ковалевский. Порядка 40 человек с винтовками наперевес воскресным утром собрались в инкермане, чтобы как следует пошуметь. Несмотря на то, что спортивная и практическая стрельба в Крыму долгое время была не развита, за последние три года организаторы отмечают серьезный приток новых членов клуба и повышенный спонсорский интерес. Мы совместно с оригинальным отделением Международной станции «Альфа» приняли решение в день отчасти основания подразделения А устроить соревнования для действующих стрелков, так же и для гражданских. Это первые соревнования и совместными усилиями мы собрали стрелков лучших, мы считаем, Севастополя и Крыма. Участникам первенства предстояло показать свою меткость на четырех специально оборудованных площадках. Каждый этап имел свои особенности, будь то стрельба из укрытия или по подвижным мишеням. Часто с ребятами общаюсь, мы начинали еще при Украине давно, общались, стреляли. И очень хорошее начинание, и в Международную конфедерацию практической стрельбы тоже вступили, и все это. Молодцы ребята, здорово организовали, все хорошо. Очень интересно, ну познавательно действительно, то есть надо смотреть, если скорость и реакция должна быть хорошая. Путался, не всегда, не все получается, но тем не менее интересно и здорово. Среди крупных мужчин едва можно было заметить силуэт хрупкой девушки, которая в полном обмундировании и с винтовкой ждала своего выхода на огневую позицию. По словам спортсменки, стрельбой увлеклась относительно недавно. Столь необычное увлечение своей дочери поддержал и отец. Анна считает, что несмотря на стереотипы, женщины на равных способны выступать в такой, казалось бы, суровой дисциплине. В итоге слова спортсменки не разошлись с делом. Без лишних эмоций она поразила большинство мишеней. Поначалу я просто хотела научиться стрелять, но потом появилась возможность обучиться как виду спорта. Пришла я благодаря папе, там узнавали. И нашли хорошего тренера-инструктора Станислава Вольтеровича, он меня учил. Ну, честно говоря, для меня эти стереотипы ничего не значат, потому что это глупо, по-моему. Я хотела заниматься боксом, я пошла заниматься боксом, но потом по обстоятельствам пришлось бросить, но так-то это интересно. По итогу первенства в индивидуальном зачете определились не только самые меткие стрелки, но и самые быстрые. Организаторы, в свою очередь, говорят о планах сделать эти соревнования традиционными и в следующем году провести уже межрегиональный турнир. Арсений Ковалевский, Александр Дементьев, информационный канал Севастополя. Успешного дня! До встречи в эфире! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова